Отметьте на доске размером 8 на 8 несколько клеток так, чтобы любая, в том числе и любая отмеченная клетка, граничила по стороне ровно с одной отмеченной клеткой. Рассмотрим такую картинку. Понятно, что она симметрична. Это видно, вот у его симметрии. Теперь проверим, что каждая клетка имеет ровно одного соседа, отмеченного по стороне. Это видно, да. Это видно. Видны также блоки отмеченных клеток по 2. Ну, естественно. Каждый такой блок на самом деле делает хорошим вот такую фигурку из 8 клеток. Да, да, да. Ну, такими фигурками замощается вся доска. На границе часть фигурки приходится отрезать. Ну, понятно. А получал ты эту фигуру, просто начав с угла и так более-менее разумно двигаясь сначала по периметру, а потом начинается внутрь. Вот первая фигурка, ну и после этого проходим сначала по периметру, делаем его полоску. Ну, а дальше в центре уже замощаем естественный способ. Угу, спасибо. Когда вы, например, ставите вот сюда крест, то вы согласитесь обслуживаете, что называется, вот эти три места. Правда? Тут блок – это такой крест. Да. Да. Из четырех белых клеток, одной черной. Давайте посмотрим, ну, уже называется, дальше что тут, дальше что. Скажем, вот сюда ставить что нельзя, потому что сюда ставить тоже нельзя. Значит, вы обязаны поставить сюда, правильно? Ради вот этой ямочки. И таким образом вы обслужили уже вот эти. Клетку МФ1. Ради клетки МФ1. А теперь давайте смотреть, сюда ставить нельзя, сюда ставить нельзя, интересно, а куда ставить? Мы промахнулись? Нет, мы нигде не промахнулись. Думаю о том, дальше решение единственное или нет. Смотрите, Александр Сливич, посмотрите на F3. Да. F3. Это дело я? И у нее единственный сосед. Это не сосед. А ведь верно. Сюда крестик ставить нельзя, сюда крестик ставить нельзя, да? И сюда тем более. Значит, я должен ставить крестик сюда. А теперь H5, да? То есть вот эта клетка должна быть обслужена каким-то крестиком. Сюда крестик ставить нельзя, сюда нельзя, значит, я должен поставить сюда. Теперь G8. То есть сюда крестик ставить нельзя, сюда нельзя, значит, должен сюда. Вы забыли одну клетку отметить, белую. Нет, конечно, что они все отмечены. Это понятно. Вот сюда крестик ставить нельзя, сюда нельзя ставить, и сюда нельзя. Е6, да, Е6. Поэтому сюда мы обязаны поставить. Аналогично, С8. Сейчас, вот сюда нельзя ставить крестик, сюда нельзя, значит сюда обязаны. А6. Недолго, мы сейчас уже подходим к делу. Значит, вот, чтобы эту клетку сюда ставить нельзя крестик, сюда нельзя ставить из-за этих, а значит, мы должны ставить сюда. Ну и значит, еще угловая клетка. Значит, еще угловая клетка, потому что сюда нельзя ставить из-за этих, и сюда нельзя из-за нее же, значит, действительно угловая клетка. Ребята, это же потрясающе. Выяснилось, что когда я поставил один клеток, после этого все остальное стало однозначно. Ну, конечно, можно выполнить себе отряд относительно вот этой прямой, но не более того. Заметьте, Александр Васильевич, по сути, ваша картинка и моя это одно и то же. Все было однозначно. Ну да, сейчас, да, сейчас мы достаем. Все было однозначно. Теперь надо... Отмечать черные клетки. Нет, слышно, отмечать черные клетки. Я дальше должен сделать следующее. Я, например, вот эту вот картинку должен отразить или относительно вот такой прямой, или относительно такой прямой. Интересный вопрос. Я отлучу одно и то же или не одно и то же в этих случаях. Если относительно вертикально прямой отразите, то вы получите в точности мою картинку. Если я хорошо относительно вертикали, то... Если относительно горизонтали, то тоже так. Поверем это на 90 градусов. Отразите. Я думаю, да, давайте относительно горизонтали отразим. Ну, где горизонтальная прямая. И давайте сейчас сделаем. Вот здесь, вот здесь. Но это моя картинка. Поверем это на 90 градусов. Да. Все, что ли? Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok